Добрый вечер, уважаемые зрители телеканала ННТВ. В студии Алексей Гамзов и на ваших экранах итоговая еженедельная программа «Объективно». Вначале коротко о том, чем отметилась эта неделя. О Горьковском автомобильном заводе и Нижнем Новгороде на этой неделе заговорил весь мир. Ведь именно у нас Владимир Путин заявил о своем выдвижении на пост президента России. Подробности визита в сюжете Юлии Крадковой. Полтонный вес, мегатонный мощь. И все это отныне производится на нашем заводе без всякого непосредственного участия человека. Как куется меч державы. Как устроен бизнес в сфере приема металлолома? Что требуется для честной игры? И каковы последствия несоблюдения правил? Подробности в репортаже Олега Лаврова. Перевиртуозить виртуоза. Впервые в России исполняется одно из самых сложных произведений Никола Паганини. Никто не мог его сыграть. И вот, наконец, кто герой и почему в Нижнем? Предполагали, ждали со дня на день. И все же вышло немного неожиданно. Но так уж совпало, что именно в Нижнем Новгороде президент объявляет о намерении баллотироваться на новый срок. И именно Нижний Новгород стал таким местом. И теперь еще и этим войдет в историю. Но справедливости ради далеко не только с заявлением об участии в выборах исчерпывался визит главы государства. Оказался он хоть кратким, но насыщенным. Путин приехал. Как это было? В подробностях прямо сейчас. Нижегородская область стала первым регионом в стране, который глава государства посетил после серии назначений губернаторов-технократов. Свой рабочий визит в Нижний Новгород Владимир Путин начал с главного политического заявления этого года. Раскрыл интригу последних нескольких месяцев президент именно в столице при Волжье не случайно. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. О том, будет ли Владимир Путин баллотироваться в президенты в марте 2017 года, он объявил на празднование юбилея Горьковского автозавода. На форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас. Газ за вас. Так ведь, автозаводцы? Давайте вместе. Газ за вас. Газ за вас. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Решение президента зал встретил эмоционально. Так сотрудники предприятия выразили свою поддержку Владимиру Путину. Я думаю, любой житель нашей огромной необъятной страны, услышав это, наконец, как бы слетел камень с души. Поэтому мы все счастливы. Я счастлив, работники. Я думаю, каждый житель нашей страны. Поэтому, наконец-то это случилось. И я вдвойне рад то, что это случилось на площадке Горьковского автомобильного завода. Я думаю, мы сегодня будем в топе новостей. Это как минимум. И, возможно, даже войдем в историю. Наш завод. Что именно здесь президент объявил своем выдвижении. Ну, я, честно сказать, рад, что он это объявил здесь. Ну, и не открою, наверное, не открою такого секрета, что я сам буду за него голосовать. И, надеюсь, нас впереди с ним ждет еще много успешных лет, как в экономике, так и в спорте. Ну, и, собственно говоря, везде в нашей стране. Конечно, рады. Будем голосовать за президента, за нашего. Владимир Владимирович именно в Нижнем Новгороде объявил о своем выдвижении на президентский пост. Это говорит об уважении к Нижнему Новгороду и нижегородцам. И для нас это, конечно, большая честь. То, что президент России Владимир Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы именно в Нижегородской области, это знак особого доверия и Горьковскому автозаводу, и новому руководителю региона Глебу Никитину. И, конечно, всем нижегородцам. Сегодня и газ, и Нижегородская область на подъеме. Прокомментировал заявление Путина президент ПАО «Газ», член Общественной палаты Нижегородской области Николай Пугин. Я считаю очень символично, что это произошло на Нижегородской земле, на газе, в рабочем коллективе. Вообще, заявление о начале избирательной кампании во многом задает ее тональность, сказал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя заявление Владимира Путина об участии в выборах президента России в 2018 году. Посещая газ, глава государства, конечно же, поздравил трудовой коллектив и ветеранов автогиганта с 85-летием предприятия, отметив огромные заслуги завода. В основе, конечно, всегда люди. Вот такие, как вы, труженики. Труженики в самом широком смысле этого слова. Это и рабочие, и ученые, инженеры, конструкторы, педагоги, врачи. Все, кто работает. У нас, безусловно, это не просто основа основ нашей страны. Это и есть наша страна. Это и есть Россия. И вот при вашем активном участии, при активном участии таких людей, как вы, мы решим любые, даже самые сложные, стоящие перед нами задачи. Россия будет идти только вперед. И в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит. Поздравляю вас с праздником. После торжественной церемонии на Горьковском автозаводе Путин провел личную встречу с Глебом Никитиным. Глава региона обсудил с президентом важнейшие вопросы, которые касаются развития Нижегородской области. У нас больше, чем в средней по стране, доля промышленности, 35%. И мы, конечно, имеем очень высокую долю высокотехнологичных и наукоемких производств. В книге же там показано, что у нас 30% наукоемких и высокотехнологичных производств. И дальше больше. Здесь интереснее. Здесь большое отличие от средней температуры по стране. Обрабатывающая промышленность у нас составляет 90%, больше 90%. Владимир Путин поддержал предложение Глеба Никитина. На личной встрече с президентом было решено, и о том, что наша область станет главным центром инновационных цифровых технологий страны. Я уверен, что мы сможем при поддержке президента добиться развития нашего потенциала, его раскрытия. Мы обсуждали как раз с ним вопрос специализации региона на развитии высокотехнологичных, инновационных и других секторов. Он выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всем поддерживать и помогать региону. Владимир Владимирович, безусловно, акценты определенные расставил, в том числе и на как раз-таки социальной сфере, и на тех резервах, которые можно использовать на благо региона, которые нужно более активно искать. Также Владимир Путин поддержал предложенный Глебом Никитин проект стратегической специализации региона. Решение баллотироваться стало, конечно, мировой топ-новостью, но у нас с вами есть и более частный интерес. Путин ведь приехал именно в Нижний Новгород и, конечно, нашел время для встречи с главой региона, чтобы обсудить самое насущное. Каков наш бюджет? Из чего складывается? Как дела у промышленности, социальной сферы, сельского хозяйства? Без четкого понимания этих вещей нельзя эффективно двигать экономику Нижегородской области. Тему продолжит Юлия Короткова. Горьковский автомобильный завод и Нижний Новгород в считанные минуты стали известны на весь мир. Новость о том, что Владимир Путин заявил о своем выдвижении на пост президента, сразу вошла в топ международных информационных агентств. А на телевизионных экранах она звучит на фоне празднования и юбилея завода. Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. В иностранные СМИ не попадают кадры дальнейшей программы президента. В аэропорту Стригина Владимир Путин встречается с главой региона Глебом Никитиным. Обсуждение начинается с бюджета области. 70% бюджетных расходов – это социальная сфера. В основном это расходы на выполнение обязательств перед бюджетниками в области здравоохранения, образования и других. Обратите внимание, доходы и расходы мы планируем с профицитом, с профицитным бюджетом. Возможно только тогда, когда растет экономика. У нас больше, чем в среднем по стране, доля промышленности – 35%. Обрабатывающая промышленность у нас составляет больше 90%. В среднем по стране – 65%. То есть самый основной драйвер, где можно увидеть точки роста. Глава Нижегородской области не обходит вниманием такую проблему, как дороги. По словам Никитина, больше две трети региональных дорог не отвечают нормативам. И регион ищет решение вместе с федеральным правительством. Участвовать по дорогам, вы видите, в среднем по стране несоответствующий требованиям уровень региональных дорог – это 58%, у нас 71%. Решение одно – это социальное партнерство. Там есть определенные наработки в правительстве по инфраструктурной оплате, по типу, именно по развитию заниматься. Глеб Никитин заявил о планах региона включиться в проект магистрального газопровода, который позволит решить вопрос с газификацией северных районов Нижегородской области. Президент пообещал поддержку. Это магистральный газопровод Шахуни, Шаранга и Шкарала. Причем он важен и интересен не только для Нижегородской области. То есть мы таким образом расшиваем проблемы газификации Мариэлы и Кировской области. Мы вместе с главами этих субъектов обращались в Газпром. С Газпромом договоримся. Вам только нужно с главами соседних регионов решить вопрос о синхронизации работы по инфраструктурной системе. Я знаю. Системное спредавление. И доведение, и доведение, и доведение домохозяйцев. Вы представляете, да. Я знаю эту проблему. У нас есть программа синхронизации. Программа должна быть обеспечена финансированием. После протокольной части встреча Владимира Путина и Глеба Никитина продолжилась в закрытом режиме. По итогам глава региона заявил, что разговор получился чрезвычайно продуктивным. Я уверен, что мы сможем при поддержке президента добиться развития нашего потенциала. Он выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всем поддерживать и помогать региону. Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Значит, рабочие газы стали первыми, на чью поддержку рассчитывает президент. Юлия Кроткова, Алектина Батурина, Михаил Городников, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ. Как отнеслись люди к тому, что Путин выдвинул свою кандидатуру на выборах президента? Наши корреспонденты вышли на улицу, чтобы спросить мнение простых горожан. Единственный кандидат, который достоин выдвижения на эту кандидатуру, хоть на любой срок. Самая авторитетная кандидатура на данном этапе. Мне нравится наш президент, поэтому я рада, что он будет баллотироваться. Пусть, конечно, баллотируется, мы обеими руками за. Я вообще его очень поддерживаю, и мне нравится, что он поднимает страну. У нас в стране мало людей, которых бы можно было поддержать на самом деле. В общем-то, других кандидатур на данный момент, которые были бы достойны, на мой взгляд, нет. Очень поддерживаю. Поддерживаю на все 150%. Мне приятно очень то, что он сделал именно здесь это заявление, именно на выборах автомобильного завода. Но это, конечно, добавляет веса. Конечно, для региона это как важно, конечно, это как почет считается. Я очень горда за свой город, Нижний Новгород. И, конечно, довольна и мне радостна от того, что Владимир Владимирович Путин заявил именно на газе, что он будет баллотироваться президентом нашей страны, Российской Федерации. Путина газ встретил не с пустыми руками. Так совпало, что именно в эти дни заводчане запустили в производство две обновленные модели. Газон-Некст и Газель-Некст. Обе увеличены грузоподъемности. Газон поднимает почти шесть тонн, Газель примерно две с половиной. И все это вполне подъемно для конструкторов и рабочих газа, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения спроса. А он на продукцию предприятия большой, несмотря на уже привычное присутствие на российском рынке и иностранных конкурентов. Секретами успеха поделились с Элевтиной Батуриной. Производство новых автомобилей – это в первую очередь возможность заполнить тот сегмент рынка, где российский автопром еще не представлен. Легкий коммерческий автомобиль Газель-Некст полной массой 4,6 тонн как раз и способен заменить свой зарубежный аналог. По сравнению с предыдущей моделью машина может перевозить больше груза. У нее увеличена грузовая платформа, у нее дисковые тормоза, которые позволяют ставить систему ESP. И это платформа, с которой газ следующим шагом выйдет в сегмент 15-кубовых фургонов и автобусов до 24-х посадочных мест. Вторая машина – это средний грузовик Газель-Некст полной массой 10 тонн. Раньше такую модель выпускал завод имени Лихачева. После его закрытия подобные машины поставляли зарубежные компании. Газ предлагает свой автомобиль. Мотор 10-тонного грузовика мощнее на 20 лошадиных сил, в отличие от своего предшественника. Помимо этого увеличена грузовая платформа, полностью модернизирована платформа передней и задней подвески, усилена рама. Она идеально подойдет для коммунальных служб, сельского производства, либо специального назначения, например МЧС. Для нас очень важно сегодня выйти в эти сегменты, где нас не было, и стать поставщиком уже не автомобилей, а услуги для бизнеса по продаже основных средств. То есть мы стремимся сегодня продать, предложить своему клиенту полностью замкнутый модельный ряд, который может решить любую его логистическую, транспортную или грузовую задачу. Затраты по переоснащению конвейера были минимальны, поскольку длительное время газ внедряет гибкое производство. Оно позволяет очень быстро перебалансировать линию и встраивать новые модели уже в действующую систему. Благодаря тому, что у нас новые модели появляются, значительное вложение газ делает в инструмент. То есть то оборудование, которое мы сейчас работаем, оно совершенно другое. Если раньше, взять, к примеру, установку колес, если раньше с каждой стороны стоял человек, который большим таким ключом на 35 килограмм протягивал каждую гайку дополнительно после того, как уже закрепили пневмо ключом, то сейчас этой необходимости просто нет. Потому что сейчас стоит большой такой электрический шкаф, 8-шпидельный инструмент, который крепит сразу же с заданным моментом крепления и показывает каждую цифру с отчетом. Ну, это совершенно другой уровень. Новый грузовик «Газоннекс» 10 тонн станет платформой для производства автобусов до 50 посадочных мест. Еще обе эти машины самые популярные сейчас для экспорта. В планах на будущий год выпустить полторы тысячи новых грузовиков и две тысячи «Газелей». Потенциал роста последних в ближайшую пятилетку 15-20 тысяч. Олег Цинобатурин и Сергей Пермовский. Объективно. Итоги недели. ННТВ. И еще о победах промышленности. Сегодня на заводе Свердлова после долгой подготовки запустили новую производственную линию. Она такая в России первая, полностью автоматизирована. Люди занимаются только инжинирингом и контролем. Почему это особо важно? Потому что делают на этой линии изделия калибра 500 килограммов. Говоря менее секретным языком боеголовки. И находиться рядом с такой продукцией, в общем, опасно для человека. Завод сейчас на подъеме. Производит много уникального и эффективного. И сегодняшнее открытие лишь тому яркое свидетельство. Анастасия Рябова расскажет подробнее. Без подобных кадров сегодня не обходится выпуск центральных новостей многих стран мира. Российские войска наносят авиаудар боевикам ИГИЛ. Так разрывается, достигнув цели, мощнейшая фугасная бомба ФАП-500. Производство данного вида продукции сейчас является стратегической задачей для Российской Федерации. Ведь за последние два года объем газовых авиационных бомб был серьезно использован в сирийской компании. Сегодня комплекс по снаряжению этих специзделий запущен на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Милон Маск, он посадил свои первые ступени. Первая ступень опять куда-то полетела. У нас это гораздо лучше. У нас эти не то чтобы ступени. Это доказывает то, что мы можем делать. И делать все на самом высоком современном. И современном, имеется в виду мировом уровне, да, вот эти вещи. А какую это роль играет и значимость для повышения нашей обороноспособности, ну здесь, я думаю, сложно как бы переоценить. А когда государство поставило задачу, что нужны вот эти вот изделия, да, которые летают, и нужны в чуть больших количествах. Мы посмотрели все, все, что у нас может быть и может быть сделано за короткий период, веря в завод Свердлова. И завод Свердлова у нас не подвел, и не государство, в первую очередь, не подвел. Снаряжение специзделий будет осуществляться методом заливки. Комплекс первый и пока единственный в России. Производственный процесс инновационный. Производство уникально тем, что оно полностью безлюдное. То есть это опасное производство по определению. Люди выведены из опасных зон. Это очень важно сейчас на опасном производстве. Создание комплекса началось в июне 2016 года. Предприятие затратило на это 600 миллионов рублей собственных средств. В состав комплекса входит шесть отдельных зданий, находящихся в обваловке, на безопасном расстоянии друг от друга, и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тысяч квадратных метров. Хоть у нас и оборонной продукции не так много, 35%, но это наш приоритет. И мы являемся в России единственными производителями всех видов брезантных взрывчатых веществ и составов на их основе. И мы испытали не так давно очень большой перечень современных веществ взрывчатых, которые позволили увеличить могущество на 10-15% во всех составах. И это наш основной приоритет, над которым мы работаем. Завод имени Свердлова по площади равен, например, городу Суздаль вместе с окрестностями. Предприятие единственный в России производитель октогена, гексогена. Здесь сосредоточено производство всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов. Пуск этого производства позволит своевременно обеспечить российскую армию специзделиями калибра 500 килограммов с использованием принципиально новой технологии снаряжения, соответствующей лучшим мировым стандартам промышленной и экологической безопасности. Самое главное то, что произошла очень серьезная модернизация оборонки. Все предприятия практически, они современные, они высокотехнологичные, они сегодня способны выпускать абсолютно конкурентоспособную продукцию как оборонного значения, так и гражданского. Конечно, в этом связи мы знаем, что и президент ставит задачу. Мы должны очень серьезную дефектификацию производства провести, оборонного комплекса. Мы должны до 50% нарастить выпуск гражданской продукции. Эта задача сложная, но решаемая. По словам Евгения Люлина, сейчас в регионе реализуется программа поддержки промышленной отрасли. Кроме финансовых мер, она предусматривает индивидуальный подход к развитию каждого промпредприятия Нижегородской области. Анастасия Рябовой, Михаил Городников. Объективные итоги недели. ННТВ. 15 человек съехались на этой неделе в Нижний Новгород со всего приболжья, чтобы из рук полпреда президента в ПФО получить государственные награды. По традиции это происходит в конце года, когда не только итоги подводят, но и День Российской Конституции отмечают. Многодетная мать из Ежкоролы, подросток с Пашей ребенка, директор молокозавода Ударник, каждый достоин награды. А днем ранее Бабич провел еще одну традиционную для декабря встречу итоговую пресс-конференцию. О чем говорили, сейчас узнаем. Одна из главных тем на встрече полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе касается демографической политики. Последние инициативы президента страны и многим семьям вселяют оптимизм. Продление программы материнского капитала, выплаты пособий на первого ребенка, снижение процентной ставки ипотечного кредитования для многодетных семей. Все это ждет россиян уже в будущем году. В ближайшее время на все эти цели в федеральном бюджете заложено свыше 400 миллиардов рублей. Каждая потенциальная мама, каждая потенциальная семья должны точно знать, что государство имеет решение проблем семьи, проблем детей номером один. И будет сделано все на всех уровнях, начиная от здравоохранения, образования, социальной поддержки, улучшения жилищных условий, дальнейшего развития личности. Вместе с этим будет продолжена и плановая работа по другим главным направлениям. В частности, это переселение граждан из ветхого и аварийного фонда. В Привожском округе в этом году новые квартиры уже получили более 170 тысяч человек. В приоритете остаются и федеральные проекты, безопасные дороги, безопасный город, а также комфортная городская среда. Кроме того, Михаил Бабич высказался и о первых итогах работы главы региона Глеба Никитина. Интриги ушли, какие-то там кулуарные переговоры бесконечные, ночные перетекающие внутренние ушли. Какая-то система там этих подметных бюллетеней, которые там надо было кому-то что-то отмечать, кому-то что-то доказывать, все куда-то ушло. Началась работа, значит, депутаты занимаются депутатской работой, исполнительная власть занимается своей работой. Я здесь полностью поддерживаю решение, время исполнившего обязанства Глеб Сергеевича Никитина о том, что вот эту работу нужно было провести и оздоровить все классы в кадровом плане, избавиться от тех людей, которые, к сожалению, доказали неоднократно свою неэффективность. А самое главное создать систему управления, которая будет именно системой. Перед руководством области стоят амбициозные задачи. По словам Михаила Бабича, предстоящий 2018 год не снимает, цитата, экстремальной повестки, которую Глебу Никитину предстоит осилить. Речь идет как о политических, так и экономических преобразованиях внутри региона. Ну такая проверка на прочность, что ли, если хотите, новой команды. Мы рассчитываем, что, безусловно, задача будет с высоким качеством решена. Уж там про чемпионат мира даже говорить не приходится, потому что все, начиная там метро, гостиницы, сам стадион, транспортная, дорожная, логистическая, инфраструктура, требует просто идеальной концентрации усилий. И опять же, возвращаясь к вопросу Назаря, здесь очень важно, как будут расставлены кадровые приоритеты, как команда сможет с этой задачей справиться. Это вызов, по-настоящему это вызов, который необходимо пройти. За почти три часа пресс-конференции журналисты успевают задать полпреду несколько десятков вопросов. Среди затронутых актуальных тем также противодействие коррупции и развитие промышленности. Сергей Щеплягин, Алексей Захряпин, Объективно, ННТВ. На прошлой неделе мы предприняли расследование, куда деваются с улиц Нижнего Новгорода канализационные люки. За последние месяцы это превратилось в форменную эпидемию. Металлические кругляши воруют. Опасно, можно авто разбить или вовсе провалиться и погибнуть. Но раз воруют, значит, это выгодно. Официальные пункты приема металла на голубом глазу уверяют. Мы люки не берем, незаконно. А кто тогда берет? И есть ли реальная возможность вскрыть преступную схему? С продолжением расследования Олег Лавров. Этот бизнес не любит шума, журналистских визитов и правоохранителей. Места, куда можно сдать, к примеру, старую газовую колонку или кухонную плиту, есть практически в каждом гаражном массиве города и промзоне. В базе навигатора отображаются только 126 зарегистрированных пунктов. А сколько пунктов нелегалов, представить сложно. Здесь всегда круглосуточная охрана, сторожевые псы. Люди, хлопочущие в этой сфере, как правило, маргиналы. Редко идут на контакт, а при разговоре на камеру они скрывают лица и опасаются сболтнуть лишнего. Расскажите, пожалуйста, вопрос. Я здесь не работаю. А что вы тут делаете? Я просто пришел помочь. Я не собираюсь никаких комментариев. Ну вы чего-то боитесь, что ли? Я ничего не боюсь, просто не надо мне эти комментарии. Не надо меня снимать. Нелегальный пункт приема металлолома выявили сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда, проведенного вместе со съемочной группой ННТВ. База предпринимателей находится на улице Баумана, Ленинского района Нижнего Новгорода. Проверка показала, что бизнес в этой точке ведется без лицензии на деятельность в этой сфере. Бизнесмен нарушил правила приема лома черных и цветных металлов. При его скупке предприниматель не выписывал чеки. Полицейские оформляют протокол владельцу. А весь металл конфискуют до решения суда и погашения штрафа. По его словам, краденный металл они не скупали. Мы только-только открылись. В основном все это носят не ворованное, а приносят люди, например, из частного сектора то, что валяется на территории. То есть фактически это вот ненужный металл. Законопослушно вести этот бизнес вполне реально. Но чтобы официально открыть точку скупки лома, нужно разрешение лицензирующего органа. Министерство промышленности и предпринимательства региона нам рассказывают о требованиях для тех, кто хочет выйти на этот рынок. Сама лицензия стоит 7,5 тысяч рублей. Для ее получения необходимо выполнить те требования, которые указаны в постановлении и в федеральном законе. Ну, вкратце, это значит, нужен определенный набор оборудования для того, чтобы получить лицензию на черный цветной металл. А именно нужны весы и площадка для размещения. При проведении сделок скупщик обязан вести учет и выдавать чеки. На всей территории региона сейчас официально действующих 185 организаций, 340 зарегистрированных пунктов. Если предприниматель нарушит закон, действие лицензии приостанавливается или полностью аннулируется. Предусмотрены в законодательстве немалые штрафы с уголовной ответственностью. В оптовых базах бизнес ведется куда прозрачнее. Правда, из пяти крупных фирм только в одной с нами согласились общаться. Здесь рассказывают о механизмах работы такого бизнеса, но оговариваются, что мелкие пункты работают чаще по серым схемам. Большинство приемок не имеет лицензию. Это говорит о том, что приемка работает в серую. Металл производится по приему, по паспорту, то есть по выписке приема заточного акта обязательно. Это раз. Не весь металл принимается. То есть непринимаемые коллекционные люки, церковный утварь. Ну, то, что, как говорится, нельзя принимать троса. Если я приму люк, на организацию штраф там в районе 300-400 тысяч рублей идет. Приемка, которая не имеет ни лицензии, ничего, то есть там штраф наименьше, то есть она отделается легким испугником. В такие организации стекаются оптовые поставки, а их оборот измеряется сотнями тонн. Груженый автомобиль металлоломом в мелких гаражных точках приезжает на оптовую металлобазу. Дальше машина заезжает на грузовые весы. Для эксперимента взвешиваем легковую машину. Результат получаем на табло почти тонна 300 килограммов. Далее. Из общего веса вычитаем массу машины. Получаем тоннаж привезенного металла. Сколько привез, за столько и получил. В погоне за прибылью мелкие приемщики перешагивают закон, а за нарушение приходится ответить. На владельца пункта приема лома в Ленинском районе составлен протокол. В отношении гражданина, который осуществлял прием лома цветных и черных металлов, был составлен протокол административного правонарушения по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Это осуществление деятельности без государственной регистрации в качестве универсального предпринимателя. На него наложен штраф в размере от 500 до 2500 рублей. И также составлен протокол административного правонарушения по статье 14.26. Это нарушение правил обращения сломами цветных и черных металлов. Ему также грозит штраф. Все понимают, что в этом бизнесе немало нарушений. И как с ними бороться, если количество проверок по закону ограничено? Информации о нарушителях практически никто не владеет. Люди же их не видят. Кто будет ходить по городским гаражным массивам и промзонам? А между тем, обороты металлолома составляют сотни и тысячи тонн в неделю. Значит, велика вероятность, что краденый металл может затеряться в грудах хлама. И пока нет стопроцентной гарантии, что государственное или личное имущество застраховано от нелегальных сборщиков металлолома. Олег Лавров, Алексей Захряпин, Ренат Бигбаев и Алексей Завылов. Объективно, итоги недели ННТВ. Отличемся от криминального, поговорим о прекрасном. Надо же было таким обладать мастерством исполнения и такие сложные написать произведения, что и сейчас, спустя 200 лет, далеко не каждый солист или дирижер возьмется за труд их разучить. Никола Паганини «Дьявол со скрипкой» — это всегда вызов. А некоторые опусы настолько гроссмейстерские, что по всю пору вообще в России не исполнялись. Но взята и эта высота. Премьера в Нижнем Новгороде. Именно у нас покорился исполнителю четвертый концерт Паганини. И имя этого исполнителя — Сергей Крылов. Слушала и удивлялась Ксения Доринова. Как в 18 веке Никола Паганини, так сегодня Сергей Крылов приводит в восторг публику этими сумасшедшими штрихами. Когда все летает, отскакивает, сфер быстрое исполнение, сверхсложных пассажей. Говорят, что Паганини писал так, чтобы кроме него не смог сыграть никто. Из-за технической недоступности его музыке, скрипачам и оркестру с таким репертуаром вообще на сцену выходит редко. Паганини — это вершина скрипичности в искусстве. То есть выше, сложнее, совершеннее для скрипки не писал никто, хотя великие произведения, великих композиторов при этом не отменяются. Но это вот своеобразный эталон скрипичности. И надо сказать, что мало кому по плечу исполнение столь сложного репертуара. Так вот, эталон исполнения Паганини — это Крылов сейчас. Четвертый концерт Паганини в России еще не исполнялся. Премьера в Нижнем Новгороде — подарок зрителям на 80-летие филармонии. Крылов исполнил все, что написал Паганини. Однажды его спросили, а сколько вам времени и сил понадобилось на подготовку? Он ответил, что готов был потратить все свои силы и время. Но по многим часов произведениям Паганини невозможно заниматься, опасно для рук. Паганини — это Крылов. Крылов говорит, люблю вещи, сделанные на пределе возможностей. В этом и есть чудо сверхъестественного исполнения. Паганини удлинил гриф, изменил форму подставки. Существует и сегодня подставка Паганини, где три струны практически на одном уровне, и одна струна уходит. Он играл, например, в 24-м каприсе есть одна вариация аккордами, которая написана по четыре ноты легато, которую на сегодня сыграть практически невозможно. Я знаю, что некоторые из скрипачи в истории меняли подставку именно на Паганини, но мне это, в принципе, было не нужно. Вот кроме этой вариации, вот когда я записывал каприсы Паганини, конечно, эта подставка мне бы не помешала. Но, в принципе, я справился и с современной. У меня нет слов. Это потрясающе просто. Всё. Оркестр был потрясающий. Я уже не говорю о Крылове. Он наш любимец. Великолепно вообще. Мы в Востоковом восторге. Он нас одни эмоции переполняет. Сергей Крылов – виртуоз высочайшего класса. Ну, вот тут говорили мирового класса, я бы сказал вселенского. Ксения Адорина, Алексей Захряпин и Ренат Бегбаев. Объективно. Итоги недели ННТВ. Такова была неделя глазами корреспондентов ННТВ. Увидимся ровно через семь дней в этой же студии, в это же время. Удачных выходных. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!